Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, и это 12-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Вышел ZBrush 2021. Напомним, что в версии 2021 появилась совершенно новая функция имитации ткани с помощью системы Dynamics. Улучшен инструмент Z-Modeller для полигонального моделирования. А именно, новая функция Edge Extrude дает возможность создавать края с помощью интерактивной привязки краев. Также повышена скорость работы инструментов при работе с высокополигональными моделями. ZBrush доступен в виде бессрочной лицензии или подписки. Бессрочные лицензии гарантируют бесплатные обновления в течение одного года с момента покупки. Подписка на 1,6 месяцев. Обновление будет бесплатным для всех пользователей, которые ранее приобрели ZBrush. URender в своем твиттере представили новую разработку, которая в скором времени будет доступна в одном из следующих выпусков. В каком из обновлений еще не уточнили. Сейчас они работают над настройкой постэффектов при помощи кривых RGB. В дальнейшем для расширения возможностей планируют внедрить лут-систему и многое другое. О новых подробностях расскажу уже через неделю. Вышла стабильная версия Cavalry 1.0. Это программа для создания моушн-графики. С помощью нее можно визуализировать сложную процедурную 2D-анимацию, но программа не предназначена для работы в 3D. Настройка проекта осуществляется с помощью кривых, графиков и таймлайна. Для понимания интерфейса на YouTube-канале Cavalry лежит плейлист с туторами, а также на сайте доступна документация. Компания Kintools выпустила обновление программы FaceBuilder 2.1 для Blender и Nuke. Это плагин, который позволяет создавать точную 3D-модель головы на основе фотографий или видео. Используя фотограмметрию и данные 3D-сканирования непосредственно в самом Blender или Nuke. В FaceBuilder есть как автоматическая настройка определения данных лица и мимики, так и ручной режим. В обновлении исправлены ошибки, улучшена производительность, также включена поддержка нескольких разных камер. А все мелочи в описании. Вышел новый софт Growl Finite. А как-то так. Это набор инструментов для процедурной генерации растущего дерева в Гудине и Гудине Энжайн для Cinema 4D, 3ds Max, Maya, Unity и Unreal Engine. Growl, в общем программа с незамысловатым названием, состоит из наборов файлов HDR для анимации роста дерева, листьев и коры. При покупке в комплект входит учебное пособие, которое введет тебя в программу. И еще несколько образцов для понимания генерации роста, а это широколиственное дерево и ель. Ссылочка в описании. 3D-код на своем YouTube-канале представили видео, демонстрирующее работу нового инструмента «Трансляционная симметрия». Функция еще не до конца доработана, но выглядит многообещающе. Я просто расскажу про ролик, а посмотри на него сам. Также в скорем времени представит Notes Editor. Ну и еще в рендере проработают освещение и внесут поддержку отражений. KitBash 3D готов к игровым движкам. Запустили новый пак 4.0 KitBash 3D. Добавили файлы Unreal и Unity, а также Гудине. Обновили материалы PBR для ранее поддерживаемых 3D-программ. Добавили второй канал UV, который можно использовать специально для запекания освещения в игровых движках в реальном времени. Также текстуры теперь 8-битные в разрешении 4К. Ну и куда ж без халявы. Пак Neo City лежит в бесплатном доступе. Это мини-набор, включающий избранные элементы из популярных комплектов полных миров Neo Tokyo, Cyber Street и Neo Shanghai. Компания Pixel Lab предоставила бесплатный пак из 12 реалистичных камней с текстурами. Модели имеют три варианта разрешения, то есть низкая, средняя и высокая. Формат файлов OBG, так что используй в любом 3D-пакете. Коллекция доступна через рассылку по электронной почте. Epic Games выпустила Twinmotion 2020.2. С помощью этой программы можно визуализировать хоть здания, хоть самолеты. В основном Twinmotion используют архитекторы. В обновлении добавили новые инструменты для анимации и, например, интерактивная система движения лифтов, шлагбаумов, дверей и окон. Это означает, что при передвижении по сцене можно настроить автоматическую анимацию открытия или закрытия объектов. Для наглядности процесса строительства добавлен инструмент Phasing, то есть теперь можно анимировать каждую строительную балку, заложенную в здание. Появилась новая техника, материалы и многое другое. Все подробности ищи по ссылочке в описании. Кстати, до 1 сентября действует скидка 50% на лицензию. Появился новый инструмент DSP Motion для создания звуков. Он позволяет создавать звуковые эффекты путем совершения движения мышью или стилусом. Выбираешь тип движения, звучание и в режиме реального времени рисуешь звук, который также зависит от фона панели, положения мыши и скорости перемещения. Ну и, конечно, все кривые можно перемещать, масштабировать и настраивать продолжительность, тем самым изменяя излучаемые звуковые эффекты. Стоимость программы составляет около 4000 рублей. Просто послушай, на что способна программа DSP Motion. Разработчики Google показали примеры применения технологии Neural Radiance Field или проще NERF. Этот метод позволяет создавать объемные изображения на основе нескольких фотографий с разных ракурсов. NERF работает с помощью искусственного интеллекта и за счет карты глубины моделирует объемное фото. Программа показала хорошую работу в конкретных настройках. Сцена должна быть отснята за короткий промежуток времени, в течение которого освещение остается постоянным и все содержимое сцены статично. Ну и пока что это является ограничением к применению программы для крупномасштабных сцен в естественных условиях, где входные изображения могут содержать любые движущиеся объекты. Да, технология несовершенна, но разработчики считают, что данная технология является значительным шагом в направлении реконструкции. Спасибо, друзья, за просмотр. Сегодня очень хрипит голос, поэтому ставьте лайки, а подписывайтесь на канал. Новости выходят каждый понедельник и заходите в наш телеграм-чат для обсуждения. Ссылка в описании. Удачи, мой друг.